Продолжение следует... 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 интернет-консультантов. Здесь также вы найдете эту информацию, представленную на нашем сайте. Подобные сайты есть у многих организаций, в том числе у различных психологических центров. Что имеется в виду под самоуправляемым терапевтическим видом интервенции? Сейчас существуют сайты, которые позволяют самому человеку работать с собой, оказывать себе самостоятельно помощь. Не случайно наши запросы коллеги, такие как Наркросс, Пархаска, Деклементы, считают, что психотерапия на самом деле понятие ступенчатое. Не надо думать, что человек получает помощь только тогда, когда он приходит в кабинет психолога или в кабинет психотерапевта. Первая ступень этой помощи – самопомощь, которая раньше касалась чтения книг, чтения различных руководств по самопомощи. Теперь эта самопомощь также представлена в интернете на специальных сайтах. В качестве небольшого примера, здесь вот на слайде вы видите сайт, который называется «Фройд Сунг». Ваш личный психолог. По сути, человек, который входит на этот сайт, он может проходить консультацию, что называется, прямо сейчас. То есть он обращается к тем ресурсам, которые обозначены на сайте, он может пройти некоторые варианты тестирования, он может буквально вступать в диалог с таким виртуальным психологом. То есть психолог ему подсказывает каждый следующий шаг этой самопомощи. Ну вот такие, в общем-то, чудеса на сегодняшний день, они уже стали реальностью. Поддерживаемым человеком вне интервенции. По сути, ряд программ поведенческих изменений, они также представлены на сайтах. Ну допустим, когнитивно-бихевиоральная терапия. То, что раньше делалось только психотерапевтом, который находился в одном кабинете с клиентом, теперь может делаться через соответствующий сайт. Программа когнитивно-бихевиоральной терапии заложена на этом сайте. Как бы урок за уроком, урок за уроком. Что должен делать клиент? Какие он использует инструменты когнитивно-бихевиоральной терапии? Ну почему это поддерживаемое человеком веб-интервенции? Это значит, что этот клиент постоянно может связываться с психологом или психотерапевтом. Вот он проделал некоторый шаг, сделал некоторое задание. Заполнил там, допустим, таблицу, где он отражает, так скажем, свои негативные мысли. После этого он может связаться с конкретным консультантом или психотерапевтом, который продолжает с ним работу и может давать некоторые комментарии. И может вносить коррективы. Наши коллеги провели огромное количество исследований психотерапии в интернете. Более 11 тысяч испытуемых участвовали в этих исследованиях. Было доказано, что эта психотерапия, интернет-психотерапия, находится на том же уровне по результатам, что и психотерапия вообще. То есть разницы буквально не обнаружилась. Следующая группа, которая называется «Консультирование и терапия». Ну, во-первых, конечно, до сих пор различные веб-сайты или отдельные психологи предлагают так называемую единственную сессию. Советы пользователя по личным вопросам и проблемам. Самая ранняя такая консультация была в Тулумбинском университете. Здесь «Проси Алису». В Московской службе есть так называемый консультарий, где клиент обращается к психологам Московской службы с единичным вопросом. И ему отвечают на этот вопрос так же одноразово. То есть пытаются ответить в одном каком-то описании, в одном письме. Честно говоря, мне кажется, что это единственная, по сути, форма, которая лично у меня вызывает вопросы. Потому что наша работа, вот работа моего, в частности, сектора, она скорее направлена не на одноразовый ответ, а на развитие диалога с клиентом. То есть мы любой какой-то вопрос превращаем в диалог. Мы практически никогда не даем эти одноразовые ответы. Потому что начинается что-то, ну типа у меня депрессия, ну и что это значит? На самом деле это не значит ничего. То есть когда человеку задается вопрос, это, как правило, расшифровывается. Значит, вчера я поссорилась с мужем, у меня предразводная ситуация, поэтому я иногда испытываю какие-то сложные чувства. Ни о какой депрессии, как о клиническом термине, там речи не идет. Ну представьте, если бы мы давали одноразовый ответ и написали бы, вам необходимо обратиться к врачу, у вас, значит, необходимо вам назначить такие-то медикаменты, мы бы совсем бы промахнулись, что называется. В точку бы мы никак бы не попали. Но тем не менее это тоже полезно, потому что это зачастую бывает первым шагом консультированием и психотерапией. По сути, выделяется несколько различий, продолжающиеся лично-свою консультирование, терапией через почту с традиционным типом. Они очень похожи. Традиционная психотерапия, традиционное консультирование и психотерапия, которую мы осуществляем через e-mail. Вроде бы странно звучит, но это реально так уже, это доказано. Во-первых, нет никакого взаимодействия лицом к лицу. Клиенты, пациенты, другими словами, и врач, или психолог встречаются периодически только в интернете. Здесь меняется норма этой коммуникации. По сути, если бы в обычной сессии вы назначали бы какой-то день, то здесь эта коммуникация может быть достаточно часто. То есть клиенты могут обращаться к нам ежедневно, например. Но и тут мы строим соответствующий сетинг. То есть мы договариваемся, допустим, обмениваемся одним письмом в 24 часа. Это не значит, что здесь полностью какое-то размытое поле. Нет, здесь существуют свои просто правила. Свои, и они также работают. Очень удобно, потому что можно использовать цитаты из предыдущих сессий, можно это перечитывать. Причем оказалось, что то, что клиент это перечитывает, порой для него полезнее, бывает, чем то, что он получил в каком-то единоразовом разговоре с психологом. Перечитывание, использование этого текста оказывается еще полезнее. Ну, понятно, что есть некоторая задержка между этими коммуникациями. И тоже оказалось, что здесь есть огромная польза. То есть клиент имеет возможность обдумывать, перестраивать как-то свои установки. И многие клиенты об этом буквально пишут. Вы знаете, в процессе того, как я писал, многое изменилось. Совершенно верно. Синхронная коммуникация через интернет. Здесь также есть несколько видов. Мы используем чат, как и наши зарубежные коллеги. Мы используем так называемую телефонию сети, обычно с помощью программы Skype. Используем видеоконференции. На мой взгляд, последняя, особенно видеоконференции, почти... ...которая ведется в кабинетах. Когда-то были сомнения тоже, возможно ли разные виды психотерапии. Может быть, психоаналитическая терапия по интернету через Skype или нет. Сейчас уже показано, что может. И клиент-центрированная терапия, и психоаналитическая терапия, и экзистенциальная терапия, и гештальтерапия. И я вот уже даже сомневаюсь, какие виды терапии нельзя сейчас назвать. То есть практики, психотерапевты с этим работают. Они уже получили достоверные результаты об эффективности всех вот этих методов. Третья группа – терапевтическое программное обеспечение, управляемое через интернет. По сути, существуют уже и роботы, которые стимулируют диалоговую терапию с клиентами. То, что мы не используем пока, на Западе оно также уже апробировано. Ну, самый старый пример такого робота – это робот Элиза. Вот здесь вы видите такой диалог с роботом Элизой. Ну, по сути, конечно, это не совсем такая настоящая психотерапия, и не совсем настоящая консультация. Но, тем не менее, например, клиент может на этом чуть-чуть потренироваться. Как вообще вот взаимодействовать можно с психологом? Что он примерно будет отвечать? Оказалось, что это прекрасный инструмент для обучения, обучения консультантов и психотерапевтов. То есть вот работая с этим роботом, они понимают, как могут строиться фразы, куда они могут дальше там трансформироваться, к чему это приводит. То есть это оказалось обучающим инструментом. Существуют и некоторые экспертные системы сейчас. Оказывается, когда нам необходимо, ну, выставить некоторый там диагноз в клинической психотерапии, он может быть клиническим, да, в неклинической, ну, психологический диагноз, возможно, применение экспертных систем, которые будут показывать, будут выделять определенные алгоритмы. Что же все-таки, с чем мы имеем дело? Как вот есть такая веточка, скажем, кардиосимптоматики, ну, скажем, болит слева, болит справа, это значит то-то и так далее. Примерно то же самое можно выстраивать с помощью экспертных систем. Это дело отчасти настоящего, но мне кажется, что это перспективное будущее. Используются и различные игровые программы, и 3D-виртуальное окружение. Мы пока этого здесь вот не используем, но уже есть примеры. Вот сегодня прозвучит доклад Сергея Вилозерова, например, да, в котором отчасти вот об этом будет рассказываться, как я понимаю. Популярная такая вот Second Life, которая включала когда-то вот еще по данным на сентябре 2008 года 15 миллионов резидентов, она сейчас развивается еще больше, еще дальше. И оказывается, что она может быть аналогом групповой психотерапии. И те люди, которые не могут дойти до психотерапевта, они встречаются в виртуальном пространстве. И примерно те же процессы, которые есть в группе, происходят и там. То есть доказано, что эти процессы развиваются также и в интернете. Люди есть люди. Вот картинка из Second Life. Такие персонажи, за которыми скрываются реальные люди с реальными проблемами, которые не решаются идти в терапевтическую группу. Или в их городе нет терапевтической группы. Ну нету там профессионалов вообще. Такое вот часто бывает. Но они могут сейчас вступить в группу в виртуальном пространстве. Ну и, наконец, другие онлайн-интервенции, действия, активности. Ну, во-первых, существует группа онлайн-поддержки, которые существуют, применяются по всяким разным темам. Ну, начиная от депрессии, продолжая онкологией, заканчивая, ну, скажем, супружескими проблемами и так далее. То есть вот та группа, которая раньше существовала только в реальности, нужно было куда-то приходить, в какое-то помещение, там, университет или психологического центра, она может быть создана и создается, и работает в виртуальном пространстве. Результаты получаются сходными. Понятно, что в интернете легко применяются психологические тесты, анкетные опросы. Выгода в том, что это мгновенно обрабатывается. То есть мы результат можем получить буквально тут же. Клиент заполнил тест, и тут же мы получаем результат и интерпретацию этого результата. Используются личные блоги, даже такой инструмент, как Твиттер, который предоставляет возможность клиенту публиковать свои мысли, переживания, делиться какими-то событиями, опытами, ну, скажем, буквально в онлайн-журнале. Показано в ряде исследований, что это тоже играет психотерапевтическую роль. То есть блоги и подобные инструменты, они также являются инструментом консультирования психотерапии. Вот пример просто одного из блогов. Мы взяли в интернете, так он выглядит. Думаю, большинство из вас с этим знакомо. Если не знакомо, то пора уже познакомиться. Один известный такой философ по фамилии докторов сказал, на сегодняшний день, если вас нет в интернете, то вас нет нигде. Наконец, онлайн-активность может быть просто дополнением к стандартной терапии. Допустим, психотерапевт или консультант может попросить клиента, пациента делать некоторые поведические упражнения, использовать чат-комнаты, сайты, специальное оборудование или, скажем, просто обмениваясь электронными письмами. Все это есть, это применяется. И в частности, мы в московской службе также используем различные конкретные поведенческие задания, которые даются клиентам. Клиенты их делают, они присылают отчеты об этих заданиях нам, клиенты читают книги, которые мы им рекомендовали, то есть есть библиотерапия, клиенты смотрят фильмы, которые мы им рекомендовали, то есть есть кинотерапия через интернет. Все это уже существует. Это вот дело сегодняшнего дня. Уже даже никакого не будущего, никакой не фантазии. Все это есть. Ну, завершить свой небольшой доклад я хочу реальными отзывами наших клиентов. Вот посмотрите. Люди, которые спонтанно нам написали, видите, что они пишут. Это первая служба психологической помощи, куда я вообще-либо обратилась, то есть никогда не обращалась за помощью. Мне нравится грамотная речь специалиста, постановка вопросов, комментарии. Следующий клиент пишет. Если речь идет о выборе помощи, то очень удобно общаться с психологом по чату в определенное время. По чату можно выразить свои эмоции, проблемы правильно. Еще один человек пишет. На данный момент электронная почта наиболее удобна в связи с плотным графиком работы и учебы. Я бы выбрал или выбрала очную консультацию. Там быстрее бы пошел процесс. Но очень многие наши клиенты не могут выбрать эту консультацию. Кстати, к нам обращаются в частности женщины, которые находятся дома с ребенком. Конечно, какая-то личная такая очная консультация для них просто закрыта в силу того, что они находятся дома, они не выходят практически из дома. Таким образом, они наконец получили возможность помощи через интернет. Вот еще последнее высказывание, довольно обширное. Человек в очень тяжелом состоянии обратился к нам. Еще интересно, что он раньше общался к почному психологу. И там ему не помогли. Обратившись в нашу московскую службу, используя такие инструменты, как электронная почта, используя скайп, человеку этому удалось помочь. Спасибо вам за внимание. Обращайтесь к нам. Мой адрес здесь, пишите мне лично. Буду радь встретиться. Да, это есть, совершенно есть, вы в точку угадали. Совершенно верно. То есть открыт, невидим, да, да, имени может не быть, полная анонимность. Спасибо вам. И завтра утром сонно. Поэтому идите на сонно, если мы посидим небольшое белозверо в середине и пойдем обедать, а потом два часа здесь в международной телемосты. В середине, так как, а, обойдите, да, здесь кругом. В середине очень много занимается интернет-питера. Я бы сказал, где-то даже зависимое слушать, нет? Нет, абсолютно нет. Хорошо. А про это? Можно я сам себя срезантовую поговорю? Да. Ну, если, во-первых, я хотел бы побирать, поздравить Виктор Юрьевич за прекрасным докладом. Примерно то же самое, ведь в таком дипломе, только это касается не интернет-консультирования, а потенциальных возможностей виртуальных средств. То, что фактически, в принципе, не было виртуальной реальностью, если смотреть на эти виртуальные среды, или с шлема главного монетёра. Лидерами в этих технологиях использования виртуальных средств для людей с ограниченными возможностями три страны. Это Америка, Великобритания и Норвегия. Особенно, я хотел бы сказать, что большое количество повликаций на вирус. В России, ну, не знаю, я знаю, я знаю, что. Я знаю еще один коллектив, кроме себя. Если я в Лескар-Аролевке, они сделали, наверное, один из лучших в мире образовательных сервисов, образовательных себя в академии. И тоже здесь они нигде не контактируют ни с кем. Ну, ладно, я буду выступать об этом на сессии с Лескар-Аролевским. А сейчас я бы хотел презентовать свое выступление. Вот такие вот видео, если можно, я не знаю, такое качество политики. То есть, конечно, Россия и виртуальный средок, она не на первом месте мягко выражает. Но иногда что-то удается найти. Я работаю с виртуальной средой World of Warcraft. Это развлекательная среда, но это не значит, что я там играю. Просто World of Warcraft это самый совершенный на сегодняшний момент среда, который, разработка и предшествование которой, вложено в десятки миллиардов долларов. Ну, это как на Марс летает. Нигде только денег не выложился. И Second Life, по которому мы были в стране, сейчас, в общем-то, уже умер. Академику невозможно заставить там работателями, потому что социальные ожидания, социальные требования к тому, таким качеством должна быть эта среда. Она сформирована в виде рейтинге. И Second Life это графика эпохи DOS. Это очень слабая графика, очень слабая ее реалистичность. А вот World of Warcraft это игровая среда. Но ее, я думаю, я убежден в этом, что это единственная среда, которая в долготрочной альтернативе будет использоваться везде. Просто качество ее не совместно. И поэтому сейчас я, я волонтер, я адепт этой технологии, я всем удовольствием приобретаю. У меня много публикаций есть в этой системе. Буду рассказывать бесплатно, что, чего, как вы можете сделать. Хотите? Буду учить. Только приглашайте. Вот в том, что в 19.45 у меня магистры по теме психологии и виртуально-образовательной еды. Вот как раз я и сразу и волонтер. Значит, вот здесь, что я хочу презентовать, о чем я буду рассказывать. Это находка. Это такая, ну, может быть, маленькая, но находка мирового уровня. До сих пор это вот аватаропосредованный танец. То есть танец, который танцуется, не танец, который запрограммирован, и там фигурка уже в соответствии с программой, она там что-то делает, танцует и так далее. Этот танец я танцевал сам. Вот я экспериментируя над адаптационными методиками, как эту среду виртуальную можно адаптировать для тех вещей, которые мы делаем лицом к лицу, я экспериментировал с танцами, там с партнерами, самостоятельно. И вот результат. Это технология мирового уровня. То есть сейчас этого ни в Америке, ни в Англии, ни в Норвегии нет. Ну, случайная такая находка. Хорошо, давайте. Потому что объект тоже... А, да, да. Да, да. Вы можете ее использовать самостоятельно для своих вещей. Да, в режиме реального времени. Вот это то, что я вижу на своем компьютере под музыку делаю. Я не умею танцевать, никогда не танцевал. Как на пиамине играю накулевку. Ну, ты вставай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok